На каждый день состоялось открытие сразу нескольких художественных выставок. Поклонники живописи буквально метались от вернисажа к вернисажа. Мы успели побывать на одном, на петербургской премьере московской знаменитости Айдан Салахова. Бабушка московской художницы Айдан Салахова и знаменитая узбекская певица Тамара Ханун, вошедшая в историю тем, что осмелилась первой выйти на сцену без пранжи. Прошли десятки лет, и внучка Айдан решила возвратить женщинам одеяние не только практичное, но и эротичное. В Эмиратах, где Айдан приобрела для себя несколько видов пранжи, она поняла, какую свободу обретают в ней дамы Востока. Любой человек, выходя на общение с реальностью, вы как бы надеваете сами маску, да, то вы веселая, общительная, вы как-то скрываете то, что у вас внутри, да, и вы как бы не становитесь несвободны. А когда вы закрываете себя, то есть вы уже закрыты, вам не надо одевать маску, вы чувствуете абсолютно внутреннюю свободу. В качестве доказательства безусловной исключительности пранжи, Айдан взяла портреты известных топ-моделей и кистями и красками накинула на них черное одеяние. Но главное в ее художественных экспериментах все-таки создание живых картин. Секрет прост. На холст, где уже нарисована модель, проецируется видео, зафиксировавшее весь процесс позирования. Сочетание различных технологий принуждает обозначать художественный объект уже как некий новый жанр видео-арта. Композиция «Беременность» прибыла на Петерпургскую выставку сразу же после зарубежного триумфа. Нам вообще повезло, говорит постоянный житель галереи Анатолий Белкин. Он уверен, работа Айдан восхитительная. Сама же художница считает, что ничего прекраснее возлежащей в роскошной женщины в мире не существует. На самом деле, это такая бизнес-воманная. Я встаю в хим утра и могу играть с ночи, и весь день у меня раз в несколько минут. На самом деле, меня преследует указать мечта, чтобы лежать в роскошном боже, красиво одеты, чтобы вокруг меня все бегали и светились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова